Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня я расскажу вам о том, что происходит на белорусском рынке труда. Несмотря на непростое время для белорусской экономики, прошлый год был благоприятным для рынка труда. В Беларуси постепенно на протяжении всего года снижался уровень безработицы – и зарегистрированный, и общий. Спрос на рабочую силу менялся в зависимости от сезона, но в целом отмечен рост числа вакансий. Одновременно увеличивались и зарплаты. Наниматель в борьбе за кадры предлагал работникам более выгодные условия. Анализ данных Белстата позволяет судить о том, что количество занятых в экономике постоянно растет, а количество безработных в среднем сокращается на 5-7% ежемесячно. Если рассматривать конкретно ситуацию в Гомельской области, то за последние 10 лет количество официально зарегистрированных безработных в нашем регионе уменьшилось в три раза. Вместе с тем, в руководстве Федерации профсоюзов Беларуси, которая постоянно отслеживает ситуацию на рынке труда, в середине 2019 года выражали обеспокоенность о ситуации занятости населения в регионе. В частности, летом прошлого года заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич говорила, что в разрезе регионов больше всего в первом полугодии количество рабочей силы уменьшилось в Гомельской и Могилевской областях. В большинстве случаев сокращение численности рабочих было зафиксировано на предприятиях текстильной и деревообрабатывающей промышленностей, а также в образовании и здравоохранении. Однако вряд ли стоит волноваться из-за этого заявления, поскольку на протяжении последних 10 лет существующие отклонения в сторону уменьшения численности работников в регионе никогда не превышали 1-2%. При этом за последние 10 лет количество официально зарегистрированных безработных на Гомельщине уменьшилось почти в три раза, а к концу 2019 года положение полностью выровнялось. Как отмечал на заседании Гомельского облсполкома 26 декабря прошлого года председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Петр Шудько, на одного безработного в Гомельской области сегодня приходится 7 вакансий. При 1500 безработных в банке вакансий свыше 10,5 тысяч предложений. Всего в Гомельской области за 9 месяцев прошлого года органы по труду, занятости и социальной защите оказали содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии 18 800 жителям региона, в том числе более 13 000 безработным. Отдельно необходимо отметить работу по оказанию содействия в организации предпринимательской деятельности и подготовке кадров для предприятий. Так, финансовую поддержку от государства в этом году получили 325 безработных. Для повышения конкурентноспособности безработных на рынке труда, на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации было направлено свыше 900 человек, при этом более 60% под заказ нанимателей. Вместе с тем в области сохраняется дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. Так, наиболее востребованные вакансии водитель, тракторист, швея, повар. Из служащих это врач, медсестра, ветеринарный врач, зоотехник. При этом безработные чаще всего хотят трудоустроиться рабочими, экономистами и другими специалистами. Ситуация дисбаланса спроса и предложения – это общая тенденция для всего рынка. В конце прошлого года ресурс «Работа Тутбай» заявил, что наиболее востребованными являются представители рабочих профессий. Как правило, в банке вакансии этого ресурса два резюме на одно рабочее место. В других же сферах производственной деятельности средний уровень конкуренции от 6 до 8 резюме на одну вакансию. Самая высокая конкуренция по итогам 2019 года наблюдается среди студентов и начинающих специалистов более 27 резюме на одну вакансию. Однако работодатели сегодня готовы нанимать сотрудников без опыта, поэтому данный уровень конкуренции не является критическим. Что касается обеспокоенности Федерации профсоюзов, то действительно, в первой половине 2019 года шесть районов Гомельской области – это Жлобинский, Лельчицкий, Лоевский, Октябрьский, Светлогорский и Хойникский – фигурировали в статистических отчетах, как территории с напряженной ситуацией на рынке труда. Надо отметить, что на фоне других областей ситуация на Гомельщине была гораздо более стабильной, чем в других регионах страны. Так, на Брещене таких территорий было восемь, в Витебской и Минской областях – по пятнадцать. Как отметил Петр Шудько, в течение 2019 года практически во всех районах, кроме Хойникского, ситуация нормализовалась. Гомельщина перестала быть территорией с напряженной ситуацией на рынке труда. Необходимо отметить, что определение отдельных территорий, как неблагополучных в системе мониторинга рынка трудовых ресурсов, носит скорее превентивный, чем оценочный характер. Так, по прогнозам, в 2020 году в трех районах Гомельской области могут возникнуть негативные тенденции на рынке рабочей силы. Помимо Хойникского, добавятся Добрыжский и Рогачевский районы. В связи с этим председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей отметил необходимость искать новые инновационные проекты и направления, что будет способствовать и созданию рабочих мест, и дальнейшему улучшению ситуации. Подчеркнута также необходимость проведения дальнейшего детального анализа банка вакансий и их динамика для улучшения ситуации с занятостью населения всего региона. В целом, в 2020 году эксперты не прогнозируют роста негативных тенденций на рынке труда Беларуси. Как отмечают эксперты ресурса работы Тутбай, этому будет способствовать активность работодателей в самостоятельном поиске и подготовке кадров. Так, согласно проведенному опросу среди работодателей, выявлено, что почти половина опрошенных руководителей в нынешнем году планируют сами вести активный поиск работников и соискателей на вакантные должности, развивать при этом и совершенствовать системы корпоративного обучения. 62,7% белорусских работодателей планируют увеличить оклады сотрудникам. При этом более 40% подойдут к данному вопросу персонализировано, рассматривая работу каждого сотрудника отдельно. Большинство нанимателей, 51,1%, планируют увеличение зарплаты работникам на 5-10%. По-прежнему наиболее повышенный спрос будет на рабочий персонал. При этом эксперты также отмечают, что между нанимателем и работником будут сохраняться стабильные взаимоотношения. Это были цифры и факты с Натальей Волынец. Увидимся через неделю.